Коллеги, всем добрый день. Спасибо, что доехали. Сегодня у нас достаточно интересное мероприятие. Оно не вполне стандартное для ассоциации. Это скорее мероприятие НРД с нашей поддержкой. Но поддержка она не просто взяла, потому что нам очень интересно. Так что большое спасибо организаторам вообще за это мероприятие. В общем, в подвале для того, чтобы информировать, что это происходит. Ну, а потом, заодно, это все вместе обсудим. Потому что направление очень важное. К тому же сейчас разные вещи происходят. Да, и со СКИФТОМ, и СКИФТОМ, и СКИФТОМ. Поэтому появление новой альтернативной истории. Мне кажется, она как минимум интересно. А далее, думаю, что она будет играть в сайте. Поэтому еще раз огромное спасибо всем. Спасибо организаторам. Попробуйте мобильные телефоны. И я хотел бы позвать вам приветственное слово. И я ставил нас, собственно, в руководительстве и замечательно приеду. Спасибо. Мы рады вас видеть здесь. Прежде всего, не для того, чтобы рассказать о себе, я думаю, достаточно информации. На самом деле, мы хотели в общении с вами понять, насколько наши сервисы и наши услуги могут быть полезны вам. Для того, чтобы улучшить ваш бизнес, снизить риски, косты у вас, и тем самым обеспечить ваше развитие. Мы сейчас достаточно активно смотрим на сервисную модель, когда это глобальный тренд, когда каждый делает то, что он лучше всего делает, а остальные пользуются услугами тех компаний, которые лучше всего предлагают эти сервисы. То есть, модель, когда каждая компания делает и все, она будет в то, что и модель взаимодействия становится более активной. Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию социальный сервис, связанный с транзитом. На самом деле, ГОМ и Луниера делась именно из попытки предложить вашим компаниям эффективное решение коммуникации между вами и банками, между банками и между вами, например. Мы понимаем, что платформенные решения являются очень перспективными для рынка в целом, и выиграют те, кто сможет предложить такие решения, и те, кто смогут воспользоваться такими решениями, потому что в развитии бизнеса всегда сопровождается оптимизация и сдержек, и тем самым повышается нажимание. Поэтому еще раз спасибо вам за то, что вы пришли и нашли время послушать нас. Но на самом деле, самое ценное будет ваше обратное свете, насколько наше представление о том, насколько мы можем быть вам полезны, соответствует реальности, и, может, мы что-то не учли, когда мы будем стараться создать продукт, который нужен именно вам. Если мы найдем такие эффективные конфигурации, точки сопровождения, значит, мы все выиграем. А стратегия Win-Win для нас является принципиально важной. То есть мы хотим быть полезными на взаимовыгодной основе. Так что еще раз спасибо вам, что вы здесь, и надеюсь, что это время будет полезным для вас. Спасибо. Можете сказать, что вообще взаимодействие корпоратов и клиринговых расчетных систем, оно нестандартная совершенно речь, но, по крайней мере, у нас в последнее время сейчас все развивается. У меня когда-то была в «Ваморочной Сморе», несколько лет назад, когда Европир, они заходили в Россию еще, ну, собственно, до того, как состав создан, и очень просили вот организовать тоже подобное мероприятие, где могли бы представить там свои услуги, как они работают, вообще, что такое пилинг, и вообще, что-то, ну, и так далее. Мы просто без того, где-то календарно. В итоге мероприятие случилось в Бумберге, собралось достаточно много народу, и они там долго еще все рассказывали, очень красивые картинки показывали, все было здорово, все внимательно слушали, даже там улюбинально сломали, смеялись. В одном из мероприятий, когда я ко мне подогнулся, как тихо, на автополе, а что такое «О!» Судебенно, да, там, качество того мероприятия можно было себе представить. Вне качество хорошее, а его польза, она была, как угряло, не упомяло на самом деле. О чем я еще ранее так говорю. Сейчас ситуация, однокорейный, могут заодно обменялась, да, там, слава богу, или там света любого, кто мог узнать, что такое «О!» Но, кроме всего прочего, да, появляются новые возможности, новые технологии, и очень здорово. В принципе, группа Московской биржи сейчас, не могу не сказать, через этот инструмент в этом направлении, да, делают очень много это корпоратов, и вы знаете, что они активно участвуют в проекте «ДОС», и у нас сейчас там активная история с депутатиками в ЦК, вот, и не менее приятно то, что там другая часть Московской группы, как ТЭТа тоже, принимают участие в развитии, в том числе, корпоративных технологий. А вопросы гранзита для нас достаточно сейчас остро стоят, да, потому что, к сожалению, вся эта история с, так сказать, напряженность международная на продаже, наметаться, что, естественно, отражается на истории со свертом, я вот буквально сейчас вот только вернулся из Брустеля, где у нас встречи и прописка ассоциации, корпоративные технологии. Их свинт для корпораций всегда там четко поддерживает, присутствовал, присутствовал до направления, маркет, которое занимается корпоративным обслуживанием. То есть там достаточно много этих решений и 10% вообще пользователей свистает корпораций в мире, например. Поэтому это направление условно важное, нужное, и было неплохо, чтобы активно развивать в России, но сейчас это происходит с неким трудом, хотя я надеюсь, что через какое-то время это все будет еще активнее, и все равно технология будет настребована. Тем не менее, безусловно, очень важны какие-то альтернативы этой истории. И в случае того, что там история с ЦРГ, она немного участвовала как-то в условиях, к сожалению, тема с гиперплатой наверняка там какими-то Матронову стали чуть похожей. Ну вот, и вот я повторюсь, возникновение вот этой вот альтернативной, идеи альтернативной схемы и так далее, тратить информационных сообщений для корпораций и так далее, она тоже очень интересная, и я хотел пригласить Александр Гранат и, собственно, и, собственно, Василия Михайловна, да, которые там будут презентации и нам отправить. Потом у нас будет очень проекция, и мы уже в режиме этого у вас там можно обсудить все более подробно. Александр? Спасибо большое, Владимир. Добрый день. Меня зовут Александр Гранат, я отвечаю за развитие технологических сервисов, и сегодня мы хотели вам презентовать наш проект. Мы его называем «Транзит 2.0», это, скажем так, модернизация нашего существующего продукта, и данный проект на первом этапе он на цели на корпорации. Следующая презентация у нас состоит из нескольких частей. Я расскажу, почему NRT занимается технологическими сервисами, потому что многие из вас воспринимают NRT как инфраструктурную организацию, как центральные гиперидитары. Далее Василий расскажет уже про само решение, и в конце мой коллега Павел презентурует дорожную карту и продуктовый движение. по поводу нашего проекта «Транзит 2.0». Начну, наверное, с того, что многие из вас воспринимают в Национальной расчетной гиперидитарии как центральный такой инфраструктурный институт, который в первую очередь занимается хранением активов, для этого, но немногие из вас нас воспринимают как технологическую компанию. Я бы хотел начать с такого небольшого примера. Как мне кажется, он очень ярко отражает кровь инфраструктурно-организационной народы. Люди в древние времена строили майки. Майки обеспечивали в первую очередь безопасность. С помощью майков торговцы ориентировались в любую погоду могли надежно перевозить какие-то ценные грузы. Майки в основном строились людьми для себя. Во многих странах, когда майки были общественными главами, строились за счет государства, но по крайней мере в Великобритании майки передавались в частное управление и пользователи стрижали ими пользовались. Таким ярким примером майка является одно через свет. Это Александрийский майор, который был, вы знаете, построен еще в третьем лет до нашего лета. Но, к сожалению, со временем он погиб. Погиб, потому что люди перестали им пользоваться. Любая инфраструктурная организация не нужна, если им пользуются. Мы понимаем, что просто так обеспечивать надежность и безопасность это недостаточно в следующих условиях, потому что развиваются технологии, технологии очень сильно меняют мир. А те майки, которые погибли, они трансформировались, они превратились в объект культурного наследия. Многие из нас, когда их шествуют, обязательно где-нибудь на бухте идут и смотрят на манер. То есть роль майка сильно изменилась, хотя спрос на навигационные услуги он был всегда, он остается и он будет. Дело в том, что лишь единицы трансформировались в совершенно любую форму. На этом слайде представлен манер. Мояк другой оболочек, который соответствует современным технологиям. Именно поэтому мы восстанавливаем расчет депозитарий, развиваем технологии. В 2017 году, в прошлом году, мы выделили технологические сервисы в отдельное бизнес-направление. В соответствии с нашей стратегией 2020, у нас появился бизнес-направление, который соответственно развивает новые технологические сервисы. И, образом, IT становится одним из трайверов развития бизнеса. Я хотел остановиться на нашей бизнес-модели технологических сервисов. Очень важно отметить, что мы не запретаем велосипед, как сказал Владимир Ильич. Каждый должен заниматься своим делом. Мы используем наши работки, нашу экспертизу в IT и в рамках бизнес-линии мы для себя поделили три основных направления. Транзиль попадает на второе направление, это Транзиль. Кроме того, у нас есть другие услуги, но сегодня мы про них не будем говорить. Очень важно отметить, что наша бизнес-модель строится на таких основных принципах, как надежность безопасности. Мы верим, что предприятие финансовых сообщений это достаточно специфический отрасль, где необходимо обеспечивать этим участникам надежный и безопасный канал. интерфейс занимается электронным документооборотом уже более 20 лет и мы просто двигаем бумаги, мы двигаем ценные бумаги. К эволюции развития этого начинали мы в 98-м году, когда допустили свое интерфейсное решение первого луча, в тот момент наиболее перспективной технологии был email, мы использовали email, в дальнейшем соответствии с развитием технологии развивался наш дом, добавлялся новый функционал, добавлялись новые сервисы, качественный скачок произошел уже в наше время, когда мы перешли на web-технологии, мы запустили свой кабинет в рамках инпозициональной деятельности. Сейчас мы активно развиваем их сервисы, открытый API, и в этом году мы начали работу над открытой платформой грандзит, про которую мы рассказывали. Ключевой месседж, который я хотел внести, мы создаем революцию. Это естественный шаг эволюционный в рамках развития нашего этого. Все наши наработки в течение 20 лет, которые мы сделали, в части обеспечения надежности, в части обеспечения беспрекольности, мы будем использовать, ну и добавлять естественно удобные сервисы с вашей помощью. Ну, чтобы быть не, чтобы не лечь на разглубном, хотел бы еще пару цифр, которые я заготовил в следующем порталки, дамы сообщений. ЛРД по итогу прошлого года хранил активы на 40 триллионов рублей. Это классная цифра, это половина выбора Российской 370 триллионов рублей. Это большие цифры, это свидетельствует о том, что мы являемся системно значимой инфраструктурной организацией, и мы соответственно готовы использовать все свои заработки. Что касается цифр развития идота, я бы хотел обратить ваше внимание на то, что трафик нашей сети он растет с года в год, но самое главное, что нас отличает на рынке эта сеть, это вы. На сегодняшний момент к нашей системе ИТО включено более тысячи участников. Банки, профессиональные участники рынка, корпорации, все они пользуются нашими сервисами. Мы позиционируем прозит дополнительную услугу наших существующих клиентов. Дело в том, что каждый из наших клиентов сможет воспользоваться этой услугой без дополнительной волокиты, то есть включаясь как друг услуга. На этом я хотел закончить свою вводную честь и передать слово Василию, который уже расскажет о наше решение более подробно. Спасибо. Спасибо, что пришли и спасибо Александру за замечательный рассказ о инфраструктуре. Мне очень понравилось и я вам скажу честно, что многие из тех, кто приходит работать, они чувствуют, что вносят вклад в общее благо, но это дополнительно мотивирует по отношению к финансовой стороне и к сложности задачи. И сегодня я вам расскажу о нашем новом продукте, который изменит способ обмена финансовыми сообщениями, изменит очередной раз инфраструктуру. Но до того, как я начну рассказывать о его способах, о его функциях, о том, какой он удобен и так далее, давайте я расскажу о руках. А зачем мы вообще собрались этот продукт делать? Неужели что-то на текущий момент сделано плохо и кого-то не устраивает? Мы провели исследование и я хочу с вами поделиться результатами этого исследования, рассказать, что на текущий момент мы узнали о финансовом обмене сообщений на рынке и какие проблемы мы увидели. Ну и рассказать вам какие существуют на текущий момент решения и о том решении, которое предлагаем. Во-первых, классическая схема это обмен сообщениями между корпорацией и банком через банк-лиент. Поднимите, пожалуйста, руки, те, У нас тоже есть банк-лиент, потому что мы тоже в каком-то смысле банк, мы тоже его поставляем. Кредит не даем. уже понимаем. Но с этой схемой все замечательно. Есть корпорация, есть соответственно банк, все к этому банк-лиенту привыкли, все уходит. Но поднимите, пожалуйста, руки, те, кто работает всего с одним банком. Нет урок, То есть, когда нужно подключиться к другому банку, а это естественная жизненная ситуация, взяли кредит, но, соответственно, нужно, возникает необходимость подключиться к другому банку. И как только мы к этому банку подключаемся, мы узнаем, что это просто, на самом деле, ничего подобного. Во-первых, необходимо выполнить проект интеграционный. Что это такое? Это необходимо взять оборудование, это необходимо установить софт, обучить администраторов, необходимо прописать доступы, много-много-много чего с точки зрения IT-проекта. Это сроки, это деньги. Далее, необходимо обучить работе всех сотрудников. Это занимает тоже определенное время, но, естественно, сотрудники должны помнить, что в этой системе, если зелененькое, то хорошо, а в этой, если в течение трех минут зелененькое не появилось, то уже плохо, нужно бежать, соответственно, что-то делать. Это, опять же, разные логины, пароли, это масса чего-то. Далее, это возникает проблема большого количества разных работ. Люди, естественно, начинают шипаться, начинается сверхурочная работа, начинается нервозность, так и так. Далее, это большое количество декларов. Естественно, договор заключен индивидуальный и нюансы этих договоров нужно помнить. Что происходит, если вдруг возникает ответная сборная ситуация? Кто-то считает, что он отправил сообщение, а кто-то считает, что он на универе. Кто-то считает, что он отправил вот это, а на самом деле он этого не отправлял. То есть, в такую схему возникает потеря времени, нервов, ресурсов, доверия на то, чтобы отработать сбору. А если возникает задача обменяться сообщениями между корпорациями, либо, соответственно, банком обменяться сообщениями в банках, эта схема банк-клиентом вообще не поддерживается, то есть, в этой схеме этого сделать нельзя. Ну, естественно, первое решение, которое приходит в голову, как с этим бороться, давайте пойдем в сеть. Найдем оператора, которому можно направить сообщение, а он это сообщение перекинет другому участнику сети. Ну, вот такая вот схема, первая мысль, которая приходит в голову. Все замечательно, но есть проблема. Когда мы идем в сеть, мы ожидаем, что там все есть, а там никого нет. То есть, мы поставили сеть для того, чтобы избавиться от банк-клиентов, мы находим эту сеть, а избавиться от банк-клиентов мы не можем, потому что половины банк-клиентов и половины банков там нет. Ну, или половина контроленцев, с которым мы работаем, там нет. Следующий момент, выясняется неожиданная вещь, сообщение, теперь стоит денег, и стоят они денег, и банк немаленький, зачастую. И, помимо стоимости сообщения, возникает еще одна проблема, это различные скрытые платежи. Ну, например, платежи на Новый год. Вот, Новый год, здравствуйте, пожалуйста, заплатите по тарифу. Еще один интересный момент, когда вы попадаете в сеть, вы ожидаете, что вы отправили сообщение одному участнику, вы отправили это же сообщение другому участнику, один вам ответил, а второй ответил, вы общаетесь на одном языке. Но это ожидание, оно не соответствует действительности. Как правило, вы отправляете одному участнику сообщение, в одном формате, от него приходит в том формате, который вы ожидаете. Хотите общаться снова, пожалуйста, доделайте интеграцию. Занимайтесь разбором формата, и это опять растут, соответственно, затраты на вашей стороне. Если вы хотите переключиться, это опять же временные потери. и мы подумали, понятые проблемы, начали рассуждать, а что бы мы могли предложить и почему. Существует ли какое-то решение, которое могло бы избавить от части и от всех этих проблем, которые мы могли бы поставить. Мы поняли, что у нас уже есть сеть, причем достаточно крупное. Скажите, пожалуйста, вот Александр до меня говорил, что существует в НРТ продукт, такой транзит, существует ИДО. Пожалуйста, если в вашей организации, вы знаете, что в вашей организации работает наше ИДО, заключен договор, пожалуйста, поднимите руку. Раз, два, три, четыре, пять, пять человек. Это очень интересный момент. Вот это большая ошибка и знание. Мы специально провели исследование и из тех, кто принял приглашение на сегодняшнее мероприятие, заключенный договор ИДО и установленное программное обеспечение есть у каждого второго. Посмотрите налево, направо, каждый второй, кто сидит слева, справа, скорее всего, имеет наше ИДО, имеет установленный софт и уже идут обменом. Далее. Ну, конечно, мы считаем, что обмен должен быть между любыми двумя участниками. То есть, это могут быть обмены между корпорацией и банком, это могут быть обмены между банком и банком, это могут быть обмены между корпорацией и корпорацией. естественно, мы считаем, что такой сервис должен быть и мы можем его предоставить, более того, мы его представляем. Далее мы посчитали, что нужно сделать над собой усилие и сделать прозрачную систему протяжения. Понятную, прозрачную, простую, и мы об этом через какое-то время еще поговорим. Ну и, наконец, формат. Формат это достаточно сложная задача и так получилось, что мы умеем ее решать. Полтора года назад мы запустили проект программы КТ, и в рамках этого проекта мы научились проводить корпоративные действия в формате ISO 200222. В ходе этого проекта нам потребовалось адаптировать стандарт ISO 200222, адаптировать код реальный российского рынка. Чтобы немножко дать представление об обеих и работу, которую мы провели, форматы ISO 200222 в части корпоративных действий это более 20 тысяч полей. Это более сотен документов и разделов документов, которые мы адаптировали под реальный российского рынка, сделали стандартом, и теперь на этом стандарте общаются все участники. У нас есть даже специальное подразделение. Называется подразделение стандартизации электронного документа оборота. Один из лучших специалистов ISO в нашей стране. И мы поняли, что и эту задачу стандартизации, унификации, для того, чтобы клиенты могли общаться на одном языке и не тратить лишних усилий на автоматизацию, мы способны решить. И, конечно, мы готовы предоставить функции арбитра. Мы это сразу поняли, то есть в житейской ситуации мы отправили сообщение, сообщение приняло НРД, но не принимает ваш контрагент. Соответственно, наша задача сохранить это сообщение, пусть это зашифрованное, наша задача проинформировать, что кажется, сообщение не пришло к контрагенту, проинформировать, соответственно отправителям. И в случае, если возникают какие-то дальнейшие вопросы, споры, то мы предоставляем зашифрованное сообщение отправителю-получателю, и только они, используя свои ключи, могут его расшифровать достаточно быстро и с затратом минимального количества ресурсов понять, что же произошло, во сколько оно было отправлено, какое оно было, что там содержалось и там. Следующий вопрос, который у нас звонит, когда мы можем его поставить? Дело в том, что с одной стороны иногда знают жесткие стандарты качества, с другой стороны мы понимаем, что это решение никому не нужно будет через 5 лет. И мы приняли решение сфокусироваться на этом продукте, сделав его по принятой у нас модели тоталу биджет, и мы его сделаем. Мы провели мы сделали этот продукт не сами, а мы сделали его в плотном контакте с участниками финансового рынка. Мы собрали основные требования, сделали ряд демонстраций, показали прототипов, провели тестовые испытания, и мы точно знаем, что это работает, и это работает так, что устраивает клиентам. Более того, мы разработали это распечение и уже готовы его поставлять. Первый способ поставки это такая флешка с логотипом NRD на неразмещенном инсталляторе вы можете проинсталлировать этот софт на свои сервера. Однако, поскольку обычно решение вопроса информационной безопасности занимает какое-то время, мы подумали, что можно упростить этот процесс, и помимо размещения стандартного дистрибутива, мы предлагаем вариант вот такой. Это небольшая коробочка, на которой установлен софт, вы импортируете свои ключи и можно обмениваться сообщениями до тех пор, пока вы не решите выделить свое оборудование и поставить софт на свое оборудование. В частности, на этом можно проводить опытно-промышленную эксплуатацию, например, если кому-то интересно. Это достаточно быстро и удобно. Запуск. Вопрос, когда этим можно будет воспользоваться? мы подумали, что нужно дать достаточное количество времени участникам для того, чтобы можно было внутри своих организаций договориться, чтобы можно было посмотреть демонстрации, получить ответы на все вопросы, возможно, выполнить какие-то специфические требования и интеграции. и поэтому мы решили, что мы запускаемся в полном объеме 1 сентября текущего года. Давайте еще раз подрезюмируем, какой продукт вы увидите. Первый момент это форматы. Во-первых, естественно, ISO 2222 адаптированы под реалии нашего рынка, либо, если вас не устраивает ISO 2222 по каким-то причинам, это, соответственно, двоичный формат. Зачем нужно, допустим, отправить скан договора, отправить акт, да отправить просто сообщение «Пожалуйста, ждите от нас сегодня не в 6, а в 7, потому что мы, окей, обменялись, соответственно, вы свободны в формате». Следующий момент это обмен между любыми участниками сети. То есть нет никакой блокировки, что вы можете общаться только с этими, только с этими, не нужно каким-то образом дополнительно обмениваться ключами и идентификаторами. Базовую часть включений идентификаторов мы берем на себя. То есть вы отправляете сообщение в сеть, и те, кто в сети подключен, это сообщение могут расшифровать, увидеть, если вы, конечно, не имеете в виду проблему. поставка. Флешка, дистрибутив для ваших серверов, коробка для того, чтобы сделать это быстро, безболезненно, попробовать до тех пор, пока вы решите поставить на своей сервере. Сеть. Уже об этом говорили. Достаточно крупная, каждый второй из присутствующих, подключение несложное. И еще один бонус касательно банк-клиентов. Все банки в любом случае в нашей сети. То есть если вы решите в нее войти, то банк-клиенты вы можете сразу убирать. Все банки и так в нашей сети. Естественно, нужно будет поставить это решение, но можно думать, что корпорации не составят этого убедить в этом банке. Оператор НРД инфраструктурная организация, цель которой создавать инфраструктуру рынка, надежная, безопасная, нейтральная, прозрачная. Стоимость. Мы решили, что не нужно заниматься вопросами финансирования до 1 января будущего года вам никак. То есть решение будет абсолютно бесплатное. О том, что будет после 1 января, мы посмотрим в следующей презентации. Что хочу сказать в качестве последнего слайда. Если вы заинтересовались этим решением, хотите получить демонстрацию, хотите узнать больше, пожалуйста, первый способ. Оставьте мне визинку, мы обязательно к вам приедем. Второй способ. Напишите email на адрес, который видите на экране транспортной транспортной приедем и расскажем и покажем. Спасибо большое за ваше внимание. Передаю слово Пауну Степанову, он расскажет о дальнейшем развитии продуктов. Спасибо, Владимир. Мы переоценили, посмотрели еще раз переосмыслив наши наработки, которые создавались продолжительное время. И что мы имеем текущий момент, ну и самая большая сеть, как мы знаем, по вступлению Василия и Александра, все банки уже участники нашей сети и то более статус операции как же участники и то программное обеспечение, которое пользуются участниками для взаимодействия, оно использует сертифицированные средства технологических защитных, конечно же сообщения, которыми обмениваются участники структурированной данной и программное обеспечение, которое мы доставляли рынку, всегда была встроена возможность транзита, то есть обмена сообщений между участниками и клиентами и группами. Кстати, у нас уже на текущий момент есть клиенты, которые посылают порядка 250 тысяч сообщений в месяц, мы считаем это достаточным такой серьезный объем для корпоративного сегмента. Но этого, конечно, недостаточно с нашей точки зрения. И вот наша дорожная карта. Мы приступили к доработке текущих систем для того, чтобы уже сейчас создать удобный интерфейс для обмена сообщений в стандарте и 120 и 120 и 120 долларов. Мы, конечно же, мы говорим сейчас про бизнес-слоги. Для того, чтобы обеспечить степень интеграции и сквозные бизнес-процессы, мы продумали структуру транспорта пакетов, то есть конверт. Но и этого, конечно, недостаточно. Мы не остановились. мы считаем, что, конечно, наша платформа не может развиваться только за счет некого ПО, которое будет организовывать обмен сообщений. Мы видим ее как действительно открытую платформу, на базе которой будут создаваться востребованные клиенты и сервисы. Какими? единый формат обмена сообщений, стандарт. Например, для платежной информации или валютного контроля. Во-вторых, мы, конечно, будем заниматься разработкой интеграционных решений, для того, чтобы затраты участников снижались. Большая перспективная тема, которую мы видим, это КВС комплайн централизованных сервисов. Конечно же, межбанковские операции межблуповые, но и, как мы уже говорили ранее, эта система будет использоваться в том числе как клиент. Ну, это тоже не все. Какая перспектива? Мы понимаем, что в перспективе в будущем конечно будет существовать много различных сетей передачи на своих сообщений. Мы понимаем, что мы не хотим ориентироваться на прямую конкуренцию, мы не хотим гнаться с снижением стоимости, разработка различных функциональностей. мы хотим ориентироваться на удобном интерфейсе клиентов, в первую очередь удобном интерфейсе доступа работать над созданием универсального шлюза доступа для участников. Мы говорим про открытую платформу транзита, в первую очередь потому, что мы видим возможности для ветров создавать сервисы, востребованные сервисы, создавать их быстро и с помощью нас как центрального некого звена, которое достаточно большой опыт имеет по стандартизации, по интеграции и усилиям участников, создавать свои сервисы в порядке нашего вместе с нами. Ну и вот как раз тарифная модель самая интересная. Мы разработали некий проект тарифной модели, основными принципами, которые мы хотим поделиться. Принцип очень простой. Зафиксированный ежемесячный платежок. Максимально выгодный и удобный для корпорации. Независящий от мы предлагаем такой тариф 5000 рублей. Он будет независим от корпорации, независим от рафика и будет для корпорации единой. Как мы видим тариф. Ну это не включает в себя поддержку порога, на этом мы пока не думаем. Это вопрос инфигации. А бабки? Ну здесь мы предлагаем такой тариф, все, кто тариф еще в разработке, то он будет зависеть от объема графика, масштабирует масштаб, и он будет негодами разбиваться несколько групп. Вот таково наше видение. Мы предлагаем их вместе с нами. Спасибо. коллеги, есть у кого-то вопросы? А их уже можно задавать? есть кто-либо еще? Можно от времени спал для того, чтобы понять, поэтому куда вы что-то представляете, пожалуйста. я живу другую компанию Мужикан. Вопрос. У нас сейчас есть решение Кибер-РУТ. Что вас отличает? Какие у вас преимущества будут, кроме широких сил? Как нам сказано. Это одно и то же, и вы без кибер-РУТ. Спасибо. Я хорошо знаю тему от слов. Довольно общаемся. У нас на самом деле не входить в прямую композицию с нашими партнерами. Я встречался с Насимом вчера по поводу. Мы создали разные варианты партнерства. Как вариант мы привозим кибер-РУТ войти в нашу платформу и предлагать свой интерфейс новым клиентам. Не хотелось бы, чтобы наши партнеры стали нашим компонентом. У нас идея создать платформу на базе нашей текущей новой сети и дать возможность предлагать лучшие сервисы. И чтобы вы уже выбирали какой вендор вам ближе, какой удобнее, какой соответственно вы сами захотите. Прошу Пасмар. Я за своей современному конкретирую кибер-плате, но много коллегами в Супер-Файле она интересна, да, то есть там работают почти все как надо, но там во время что потом тебя из Евраза были обязательно позадавать. Но основная проблема Супер-Файл это частная компания. И соответственно со всеми вытекающими плюсами, видимо минусами, видимо системной нестабильности истории. Поэтому естественно поэтому возникла параллельная история с ПФС, но к сожалению пока что как-то это все туман. и еще раз спасибо на ответ за что это замечательное сайтие, потому что здесь с одной стороны очень важный момент, на который хочу обратить внимание, потому что когда мы много общались со со святом корпоратом тема обмена не финансовыми хозяйственными сообщениями между корпоратами она естественно глобала закрыта со стороны сухи, потому что не больше что сдавалось. И когда мы говорили с ЦБ мы изначально говорили о том, что система по сути своей должна распорять возможности обмена в том числе не финансовыми сообщениями, а хозяйственными. Насколько я понимаю она позволяет это делать и фактически мы стоим на границе глобальной системы общего электронного доступа оборота. Сейчас есть вы знаете вот с электронным доступом оборота сейчас напоминает ситуацию в периоды середины 90-х когда только начали появляться мобильные телефоны. То есть они в принципе есть, но рун еще долго не навалился. Я не каждый сам по себе очень разные стандарты и так далее. электронный доступом оборота появляется, но учитывая то, что чаще всего будет на каких-то источников в виде инициатора вещей, я работаю в компании в компании рожда, у нас есть электронный доступом оборота по такими товарами с называемым банком. Но только с ними. Мы к этой системе не можем привлечь в банк, это индивидуальная система, они ее навалились, с ней работают, и все хорошо. Многие крупные банки сейчас об этом говорят, что мы тоже хотим делать локальную систему документа оборота, его подписание на деле, кредитное соглашение и так далее. Это опять какая-то локальная история. Поэтому у меня вопрос такой, да, собственно, мельком прозвучало про то, что корпоратам не составит труда у банков поставить дистрибью углы и их работать в банной системе. На самом деле это большой вопрос. И вы понимаете, да, что сама идея банк-клиентов она предполагает на полное препоразование подробного шлюза. Если хоть один банк на эту тему не подпишется, то вся идея продолжается наличие одного банк-клиента уже в будущем всю систему безопасности. Вот, поэтому вопрос, да, с чем связано вашу выделенность, что все банки не приведут на эту систему, притом и всем, что мы самим просто развивают айс-пай система банк-клиентов или айс-пай система экономного оборота. И какие у нас есть конструктивы отречки? Хороший вопрос. Мы предполагаем, что все-таки драйвами на рынке являются суперпорацией. В текущих условиях, мы все считаем прессу, маржа банка снижается, борьба за клиента нагаряется. корпорации выходят на первый план. Если банк не может поставить кого-то по прозванию клиента, значит этот банк что-то делит не так. Мы уверены в конкуренцию, но мы считаем, что клиенты должны всегда задавать банк. снижается. Это очень правильная вещь. Очень правильная вещь. Есть маленький монархартов, что к сожалению, часто так. Если мы говорим в отношении крупных госбанков и средних корпоратов, то там могут работать. Особенно сейчас начинают разрабатывать свои паралитные истории системы, которая с другой стороны конкуренция. Можешь чуть подробнее о вашем чипе киперплаты? У меня была абсолютно конкурентная модель. Вы хотите выворачивать конкурентную историю киперплаты. Не совсем если вы хотите посмотреть нечто опять таки нам кажется, основное преимущество киперплаты заключается в том, что они очень быстро реагируют на запросы клиентов. Если корпорация попросила сделать изменения, они быстро все выгнебляют. И наверное большая заслуга. Если посмотреть на сеть коллег, им тяжело удается привлекать участников корпорации и банки, потому что ресурсы всегда ограничены. Штабы компании набирают значения. НРД имея богатый багаж, делая ставку на существующую инфраструктуру, нам проще будет привлекать новых клиентов, потому что они уже используют наши ПО, и я сейчас уже без суммы отвечаю на вопрос Владимира, почему будут использовать наши ПО, потому что они уже пользуются. В рамках гипозитарной единицы, в рамках гипозитарии, в рамках платежной системы наше ПООКО стоит. Оно прошло два лет назад все пробыла информационная безопасность, бизнес, дружелю, по всем вопросам поздавала. Все поставлено. Наша задача доработать текущие ПОО, это не назакон, доработать текущие ПОО в рамках текущих договорочных отношений, предложить клиентов дополнительный сервис. Что касается еще раз коллег из киберплата, нам кажется, что за счет эффекта масштаба, за счет центрового положения у нас большие возможности создать реальную сеть и на базе сети давать возможность лучшим игрокам предлагать лучшие сервисы. Мы прекрасно понимаем, что мы сможем создавать какие-то фронтовые решения быстро и качественно, потому что это не наш конек. мы не умеем, соответственно, мы не знаем и не хотим изобретать это себе. Если у предплата хорошее решение интерфейсное, если они соберут дополнительную стоимость, пожалуйста, дверь открыт, мы заходим и предлагаем свой случай. то есть вы понимаете распределить то есть вы создаете какую-то базовую проскопку, а они торопают форматы и так далее. очень важный момент мы создаем платформу пропасть нашей текущей сети. Сейчас у нас нет платформы, у нас сейчас только есть сеть Adobe без дополнительных сервисов. Когда мы дадим базовый функционал, безопасный транспорт и когда мы активируем тех наших участников получится платформа. платформа из корпорации, платформа из банков. Следующие пойдут вендеры. Мы знаем этих ребят. Им проще зайти на поляну и уже есть клиенты. И мы предполагаем сотрудничать с этими партнерами вендерами, пусть они разрабатывают свои решения по интеграции, пусть они разрабатывают свои решения франковые. Любой компания если уже есть готовое решение мы его не будем создавать. Если окажется, что нет такого решения на рынке, мы будем рассматривать возможность зарабатывать собственными силами на связи своих работщиков, но это не предупреждает. У вас еще вопрос? Илья Солнцев, Андрей Гакова, можно все-таки поподробнее что уже есть сейчас 20 лет работают, а что появится в сентябре? что касается что у нас есть мы сейчас можем передавать файлы в формате ISO 2022 между корпорацией и ПАК. Это минимальный необходимый функционал, который нужен. я подчеркну, что мы движемся сейчас по этапу. Наша задача сейчас принимаем функционал. Есть у нас наш файл в шлюз, который мы наработали. Он позволяет вам настроить вашу внутреннюю систему файл формировать файл в формате зона 122 то мы этот файл передадим. Мы снимем главную коль по поводу подписей, шифрования. Мы вам обеспечим нахерность. Это сейчас нормальный персонал. все дополнительные сервисы. У нас нет варитации. У нас нет готовых коробочных решений по конвертации. Но все это у нас в планах по разуме. Микрофон передать, пожалуйста. Можно прямой вопрос относительно взаимодействия с Судебанком? Как можно ли это оценить? Прямой ответ Судебанк является функционерам насосредвижения, функционерам ГВЛ, в совете тесно работаем с коллегами, крупнейший наш клиент по всем направлениям. Если вопрос был обсуждаем и мы сейчас в Судебанке пока нет. у нас был подход немножко другой, мы начали с тех компаний, которым сейчас это реально интересно и они готовы быстро двигаться. Мы создали буквально с двумя четырьмя компаниями, более активно двигались, потому что мы видели интересы своих. другим компаниями не хотели, потому что пока еще настал этот момент. Ближе уже как раз с ухода у нас будет четкий план, мы идем и мы проведем договоры со своими компаниями. да, Владимир сейчас занимает разработкой своего сайта и готов его презентовать небольшое время. Ваши ценностей и готовность этого банка номер один российской федерации получать эти сообщения и соответственно тот путь от банка и работать через ваши решения. Я думаю, что мы с коллегами поговорим по поводу эфирации. Наверное, всем было бы удобнее, если система сбербанка и система МРТ интегрируются и клиенты будут сами выбирать как удобнее заходить через сбербанк или через МРТ но идея в том, чтобы было некое единое пространство и чтобы не было так, сбербанка своя сеть и всем корпорациям можно поддерживать в период похожих решений. Будем общаться, находить какие-то точки пересечения, придумать, что как-то не станет. так скажем Ну вы вы понимаете, действительно сейчас северопадка в этой истории у вас поправку. Да, Валерий Лауренко, полнерский нигель. Мне такой вопрос. Я знаю, что сейчас Центробанк запускает тоже систему финансовых сообщений, обмену финансовых сообщений, причем активно привлекают к этой системе именно не банки, а корпорации. то есть насколько это будет дубляж с вашей системой или не дубляж, и насколько это будет конкуренция или не конкуренция с вашей системой? Я думаю, что отличительная особенность нашей системы заключается в том, что мы изначально будем создать промышленные решения, то есть не как какой-то резервный канал, в случае каких-то географических решения. Такой задачи у нас не стоит. Мне кажется, что у регулятора и у коммерческой организации изначально разный подход. У нас как бы мы первые бизнесы нет. Я еще раз хочу подчеркнуть, не скрывая, бизнес-айм, который я руковожу, это коммерческие сервисы. Мы хотим создавать дополнительные сервисы взамен получать коммерческие таланты. Я не очень глубоко погружен в планы банка по развитию СПФС, но у меня ощущение первоочередная была задача создать некий бэкап в случае чего-то. Если есть планы по развитию, та же самая история с бэкбанком, мы готовы интегрироваться. Хороший пример тема скрипта. Мы не хотим конкурировать со скриптом, но мы предлагаем нашим клиентам ростов слит. НРД является сервисом этого про интеграцию, про мультинетворк, про который говорит паралл. Мы предлагаем сервисом слит зарабатываем деньги нашим клиентам, создая дополнительную ценность для клиентов, потому что они получают доступ к разным сетям через одного доверенного настощика. если так получится сделать со сбербанком, то это будет идеально. Я продемонтирую строительство 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 до 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 Что, собственно, произошло в районе Олимпийской войны. А после этого начались долгие общения с нашими уважаемыми коллегами из ЦБ на предмет того, что мы будем делать. Действительно, Александр совершенно правильно сказал, что сама система исполняется в обзоре достаточно быстро с учетом неких геополитических возникших изотнорений. И является фактически неким, скажем так, правовым образом добежалом системы Олимпийской войны на случай его отключений. Так что, по крайней мере, мне кажется, что если в той ситуации, когда отключается лифт, то все предотвращающиеся события возникнут такой системы, что нам уже будет не до общих платежных труда. Но тем не менее. Поэтому я, правильно говоря, рассматриваю возможность отключения от лифта достаточно низкой вероятности. Но, тем не менее, все равно определенные риски есть, и их там полностью бросают наизу. Здесь несколько разная ситуация между корпоратами и банками. Да, там банки, естественно, находятся в любом программе, в том числе для поддерживания всей страны, потому что просто удобные. У корпораций, в отличие от очень мировой практики, да, там 10% пользуются. У нас там, дай бог памяти, там, 4 года зарегистрировано в России от корпоратов. Вот, и тоже есть, потом посвятую бычу своих вопросов. Вот. Поэтому в ЦБ время-временно тема, там, то менее активно, то более активно. Я так понимаю, что основные там сейчас внутренние обсуждения связаны с тем, что будет ли дальше СППС развиваться какая-то отдельная система, да, либо вообще хотелось в корпоратах, они будут темны уже в новой перспективной платформе системе, которая точно развивается, но ведется там спустя некоторое время, да. Была организована рабочая группа подъеда и ассоциаций с той стороны корпоратов, которая согласовала требования к системе СППС, отправила в ЦБ, ну, собственно, сейчас там, некоторые темпы, которые, там, может быть, здесь могли быть лучше, быстрее, но, опять же, складывается, как она сказала, да. Она, по-настоящему, поэтому отличается, да, потому что сегодня у нас открытый туман, да. Но учитывая, что это вещь такая стратегическая, инфраструктурная, да, там, бессказственная, это одна история, да, у коллег там более коммерческий интерес, да, и, соответственно, это все-таки более живая и низкого возврата. Другой вопрос, насколько коллег из-за декоративного внедрения терморомата, о которых мы писали, айс по фрейсам сперва, да, просто извините, что забили обговоров по фрейсам. Соответственно, насколько я понимаю, сейчас это только, ну, скажем так, такая продукция электронная почта. То есть можно будет запаковать на некий файл, его отправить. А сама, по-настоящему, нет формата по конкретным сообщениям, например, платежники, базиты, фрейс и так далее, нет валидации. По-настоящему, но есть инструменты. Потому что в рамках своей самодеятельности мы, естественно, проводим валидацию, мы делаем конвертацию разных форматов, сфертовых антиформатов, сфертовых антиформатов, сфертовых антиформатов, сфертовых антиформатов, то есть ключевое, что нужно понять. У нас имеются инструменты, и мы знаем, как им пользоваться. Да, если завтра понадобится валидация и конвертация, то мы готовы. У нас просто альбом уже заявок на форматы есть, но вы отправляете в ЦП, мы можем продовольствовать вам, чтобы посмотреть, если вы хотите. Вот. Поэтому, соответственно, мы здесь только рады, и я могу просто заплатить туру рабочую группу. В принципе, рабочая группа, она была организованными проработками с ЦП, но, в принципе, там, группа товарищей, папушка, влада ТВ, создание такого инфраструктурного, очень большого сплюда для отмены компаний, если что-то так. Вот. Соответственно, индивидуально возникает вопрос, ну, мы, там, услышали этот момент, но давайте еще раз уже четко подтвердить. То есть вы готовы, в том числе создавать не только форматы отмены финансовыми сообщениями, в том числе и хозяйственные. То есть можно вот эту систему подписывать договоры, создавать счета, отдача, обословлив, предоставляет банки про позитивное одобрение. Да, мы их словим шире, и начинаем, как раз глава, движемся дальше. Мы обсуждали, на самом деле, с некоторыми банками, которые участвуют в строительстве, и обсуждали внутри, да, мы они готовы, соответственно, поддерживать и другие форматы. Ну, вот здесь вот, сейчас, здесь просто хотел бы обратить внимание, мы возьмем себя темом в обществе и на круглом столе. Южи Мейком Анатолием находил, а я по поводу еще одного проекта или НРТ, я по поводу KYC, стандартизации и перевода электронных видов, для бюджетов. Вот как раз, соответственно, если у нас там будут информации по этому вопросу, я думаю, что, договоренность с банками по поводу перевода таких форматов, ну, первое, стандартизации перевода форматов электронных видов, в том, кто-то попалит, с собой. Вы, наверное, где-то находитесь посередине, нет ли у вас там идей двигаться в сторону сверхтарка такой модели? Спасибо. Вы знаете, вот, если вернуться к слайду с маяком, да, я вот, передотовался к презентации, наткнулся на очень интересную статью, написал «Народная ковость», «Маяк» и что там, экономическая история, что это такое. Но эта статья растутает, да, он говорит, вот, 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 существовали как государственные сооружения. Я говорю, наверное, правильно, потому что мореплаватели не должны за это платить, потому что государство, по-моему, заинтересован в том, чтобы в него заходили торговцы, чтобы бизнес развивался, да. Однако в этой статье он пишет, что были проведены исследования, и исследования доказали, что наиболее экономические, скажем так, «Маяки» были те, которые управлялись частными компаниями. И конкретно, он дает пример, в Республикании в XVIII веке была компания «Пилитли Хаус», которая управляла «Маяками» по всей стране. И там была именно такая структура, когда вот эти вот все торговцы имели равные бои, и, соответственно, потери от носа таких, да. здесь такая же картинка, да. Если вы посмотрите на развивающиеся страны, центральные депозитарии нам принадлежат государству. Если вы посмотрите на Европу, там, в Европе, в TCC, это все рыночные компании. Мы находимся действительно где-то посередине, да. Если посмотреть наше корпоративное управление, то 99% акций на жертвы принадлежат Московской биржи, да. 1% определён между 37 участниками. При этом все ключевые решения в МРД, тарифы, изменения услуг, они проходят через пользовательский комитет. Пользователи, в любом случае, принимают решения вне зависимости от количества акций. А если вернуться к структуре акционеров Московской биржи, там ситуация такая, что 10% приняли центральному банку, 10% веб и другие. На наш взгляд у нас наиболее оптимальная структура акционеров с учётом страновых спецификов. С одной стороны, есть грант участники, которые представлены комитетом и совместно с ними принимают решения. наиболее обращаются компаниям «Газпромнефть». У меня два вопроса. Первый касается обмена финансовыми сообщениями с участниками, которые находятся не на территории Российской Федерации. Это актуально как в числе банков, так и в числе компаний, в которых есть части предприятия и участники группы, находящиеся за рубежом. Какие ваши планы на этот счёт? И второй вопрос связан скорее с обменом хозяйственными сообщениями. Так как вы планируете предоставить платформу для транзита этих сообщений между участниками, нет ли у вас планов также по обеспечению хранения таких сообщений, то есть по факту какого-то хранилища документов, которое будет относиться к каждому участнику, чтобы таким образом стимулировать перейти с бумажным документооборота и хранение бумаг на электронных, потому что для этого по идее все предпосылки уже будут. По поводу хранения, я думаю, что мы уже сейчас храним все документы, которые переходят через ладерах наше текущего грозит, потому что мы обязаны хранить очень интересные. Мы можем по запросу уходить выше дальнейших участников. Что касается других стран, то мы буквально на прошлой неделе были командировки в Кыргызстане. мы проводили семинар всего 25 банков. 16 дней мы проводили индивидуальные встречи. европейцы при европей европей в Кыргах 15 процентов трафика идет из российских банков. Мы сейчас обсуждаем такой коллективный подход, когда все банки подключаются к нашей системе ИГРУ и работают в нашей базе. На тихий момент у нас не представлены закупережные страны, потому что у нас основные клиенты были российские клиенты, но в планах это есть. Есть конкретные шаги. Начинаем, соответственно, с Казахстана. Дальше будем смотреть и понимая, что это очень важно. Спасибо. Сейчас, секундочку. Я просто... В общем, такая, действительно, тема коллег-кальмом понят. Либо будет разграниченное платежение, по поводу зрения платежения. Опять же, я только что как раз... То есть, сход здесь всех европейских казначеев. Одна из самых активных тем, которые они сейчас поднимают, это действительно развитие всей истории с разграниченными платежами и так далее. То есть, на самом деле, они очень активно эту тему обсуждают. И я думаю, что, действительно, нам так или иначе надо будет с ними сотрудничать. Потому что у многих крупных компаний сейчас, скажем так, разрастаются западные активы. И вопрос к разграничным платеже стоит очень много. Поэтому я вам бы рекомендовал, призываю на этот вопрос, что хотите услуги отнимать. У вас только вопросы? Матислав Александрович. Никак раз проявить. У меня вопрос такой. Существующая система НТО и НТ, насколько я понимаю, у меня там фунт, она вполне достаточна для объема депозитарных сообщений. Но существуют ограничения по объему файла, по скорости передачи. Какой тренд вы полностью будете менять платформу или транспорт? Или все остается по-прежнему? Честно говоря, по поводу ограничений я не слышал. Каких проблем у нас в данный момент нет. Возможно, раньше были какие-то ограничения, когда создавался с Петербургом. Ну так, у нас 350 кладов, это максимум сообщений. Нет. Корректор мне подсказывает, что такой проблемы нету. Можем отдельно обсудить, просто в перерыве Александра. Да. А вот транспорт тот же самый, государственный. Что СПФ, что НРД, а то и то. Давайте обсудим, да, ладно. Да, пожалуйста. А что вопросы или комментарии? Никто не используется. Можно задать, кто не задаетесь. Это отважный человек, который будет в нашей интересной стране. Да. Здравствуйте, субтитры. Здравствуйте, субтитры. Я прошу прощения, я делаю секунду, но это два не два. Собственно, я тот человек, о котором мы все время говорим, когда говорил, что общался с НРД. Ну, действительно, прощите комментарии, потом вопрос. Ну, во-первых, я хотел бы поприветствовать коллег, поблагодарить их за то, что они из нашего общения, из наших совместных обсуждений, короче, вынесли большую, как бы, работу. Я надеюсь, что пожелаю вам успеха. Вам очень много до 2014 года. Как-то там, у нас на этой балянке присутствует, много, чтобы вы улетали. И тоже пытаемся что-то сделать, что-то получается. Вопрос. Думали ли вы о привлечении к работе в этой системе, таких замечательных организаций в нашей стране, как ФАИ или в ветеранью органов исполнительного? Конечно, родное министерство, тоже Сентральный банк, но Сентральный банк, понятная часть всего и вся эта наша. Может, какой-то странный уровень здесь, Каспин, здесь? Денис, спасибо за комментарии. Ну, честно скажу, не думали. Хотели начать с нового вещей, с корпорацией. Но при этом, да, хочу отметить, что мы работаем, допустим, с федеральным предначействием в рамках нашего грозита. Вы знаете, что это различаются депозиты на Московской бирже, то есть в пользу нашего грозита. То есть опыт есть. Пока непонятно, есть ли проблема. Если проблему действительно есть, и там можно создать решение коммерческое, мы готовы работать. Но пока что мы начинаем проект именно с бизнесовых вещей. Спасибо большое. Слава, буквально короткие комментарии. Для всех присутствующих, как вы можете видеть, мы буквально коллеги. В данном случае я расскажу свое точное точное зрение личное, вот мое личное только зрение, что путь вот в этом области обмена и финансовой информацией, финансовых сообщениями, и с конкретизацией лежит как раз в области совместной интеграции крупнейших вот инфраструктура. Это и инфраструктура Санкробанка, и инфраструктура Сбера, и, конечно, инфраструктура НРД. Для этого нам предстоит пойти, видимо, в длинный, достаточно трудный пункт. В порядке я еще раз приветствую инициативу коллег. Пожелаем удачи. Надеюсь, у вас все получится. Ну а тогда я стараюсь. Спасибо большое. Денис, спасибо большое. Кстати, очень хороший вопрос поднили по поводу федерального автозначейства. Там же история не только с гипотиками. В первую очередь не с гипотиками, а с обслуживанием ГОСКОНДАТ. И сейчас, надо сказать, что я недавно был в федеральном автозначействе, там только товарищи, обсуждали как раз модификацию системы. Они тоже большие планы, и они тоже там все модифицируют, и им все больше и больше объема передают, и они очень специфические. Надо сказать, что у многих это обращают главная группа. Вот вы как-то по итоги не собираетесь с ними общаться более детально, потому что они ведут очень активную работу. Там тоже, так сказать, жаловы есть, кстати. Дело в том, что наш клиент не такой большой. У нас несколько человек, мы можем работать на двух направлениях. Выбежать в разные стороны не выбежать нигде, мы не хотим. Мы хотим выбрать самое характерное направление, и добежать до конца. Вот наша задача такая. То есть сейчас мы выбрали в качестве приоритетного направления корпорации. Не хочу никого обидеть, да, если там есть какая-то проблема материального казначейства. Ну, обсуждать не можем, но конкретно есть, скорее всего, сможем. Потому что ресурсы расписаны, приоритеты поставлены, теперь вырезаны. Ну, речь идет о взаимодействии с первыми казначей корпоратами, да. То есть там параллельно развивается своя платежная система, она замкнута, вот, на историю с русским контрактом. Я позицию понял, она понятна и совершенно оправданна, да. Просто, ну, мне кажется, что там было хорошо, где-то там очень круто пообщаться, чтобы общее понимание, куда все это иметь. Находить социациональные и параллельные вопросы. А вот для этого, Владимир, мы как раз таки будем сотрудничать с вами, потому что мы знаем, что у вас больше всего этого в том, что у вас все равно можете параллельные вопросы. С двумя руками, да. Тогда, коллеги, я предлагаю всем выйти тогда на… У вас есть еще вопросы какие-то? Я свой любимый вопрос про копчейн-проект даже не буду. Потому что саму-то списовываю, очень зарящее такое. Вот, поэтому я предлагаю всем выйти на кофе-проект 15 минут до 15, а потом у нас будет в данной дискуссии, да, но я не буду говорить. Так, коллеги, прошу не разгодиться. Ну, самое интересное – это та вторая часть, как у вас будет пропускать, и будут присутствовать, соответственно, параллельные вопросы. Спасибо.